Продолжим нашу работу. Следующий доклад посвящен роли молекулярно-генетических факторов в онкогенезе, нефробластомы и идентификации прогностически значимых аберраций. Александр Евгеньевич Друй, Институт гематологии и иммунологии Москва. Прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить здесь в очередной раз. Я с большой радостью и удовольствием выступаю с этой трибуны. Нефробластома или опухоль Мильмса представляет собой классическую эмбриональную опухоль. И, наверное, как мне показалось, было бы целесообразно очень коротко обратиться к эмбриогенезу почки. Хотя и эмбриогенез почки, и многие вещи, которые прозвучат в моем докладе, частично были уже озвучены другими уважаемыми докладчиками. В процессе развития орган выделения у человека проходит несколько последовательных стадий. На третьей неделе, в конце второй, в начале третьей недели эмбриогенеза закладывается так называемый пронефрос, самый первый орган выделения, который развивается из краниально расположенных, сегментированных производных мезодермы. Он не функционирует и существует не более двух недель. Представляет собой, по сути дела, сообщение между первичной полостью тела и собирательной трубкой, которая растет в каудальном направлении. Но на момент, в период развития пронефроса заканчивается слепо. Начиная с четвертой недели развивается мезонефрос, собственно говоря, уже функциональная активная система выделения, которая работает в эмбриональном периоде и частично в плодном периоде и существует и активно функционирует до пяти месяцев гистации. Представляет собой вначале также воронку, которая соединена с первичной полостью тела. Затем к данной воронке подрастают артериальные сосуды, которые являются ответвлениями аорты. В дальнейшем связь с первичной полостью тела теряется, и формируется такая структура, которая объединяет компоненты как производно сегментированные мезодермы сомитов, так и сосудистый компонент. И собирательная трубка или мезонефральный проток уже не оканчивается слепо, а растет в каудальном направлении и соединяется с клоакой. Тем самым мезонефрос уже выполняет полноценную выделительную функцию. И начиная со второго месяца эмбрионального развития, закладывается и развивается метанефрос, или окончательная почка, которая уже будет функционировать всю жизнь. Она развивается из несегментированной каудальной части мезодермы, которая называется эмбриональная бластема. Собственно, она дает начало почечной паренхиме, и это первый компонент окончательной почки. Второй важный компонент, из которого формируется окончательная почка, это мочеточниковый отросток, слепозаканчивающийся дивертикул мезонефрального протока, который отходит от последнего, недалеко от впадения в клоаку. И если рассмотреть процесс развития вторичной почки или метанефроса, то здесь имеет место совершенно принципиальный и драматический сценарий в тот момент, когда происходит так называемая индукция или первичный контакт между производными мочеточникового зачатка и эмбриональной бластемой. Почему этот процесс очень важен, и почему он важен с точки зрения патогенеза опухоли Бильмса? После контакта мочеточникового зачатка с бластемой происходит запуск такого процесса, который называется мезонхимально-эпитериальная трансформация, то есть из мезодермы, из среднего зародующего листка, который не так типичен, как источник развития эпителиальных структур, запускается процесс развития, собственно, тубулярных структур, которые представляют собой эпители. С другой стороны, что касается патогенеза опухоли Бильмса, то анализ экспрессии генов опухолевой бластемы, профиль этой экспрессии полностью соответствует профилю экспрессии генов в клетках в тот момент, когда происходит первичный контакт мочеточникового зачатка и эмбриональной бластемы. То есть в процессе патогенеза опухоли имеет колоссальное значение. В дальнейшем происходит процесс конденсации, то есть когда клетки эмбриональной бластемы начинают ассоциироваться примерно в количестве около ста клеток, около отростков мочеточникового зачатка, потом происходит их организация сначала визикулы, потом в структуры, которые в английской литературе называются coma и s-shape, то есть структуры, которые имеют форму латинской буквы s или запятой, и в дальнейшем происходит созревание нефрона, образование капсулы, канальцев и собирательных трубочек, которые развиваются из мочеточникового зачатка. Основной регуляторный компонент, который при этом работает, это GNWT1, который активно экспрессируется в клетках эмбриональной бластемы, и он не просто регулирует, а в английской литературе использован такой оборот, как to orchestrate, то есть это подчеркивает, что он оркестрирует, оркестрирует, дирижирует всем вот этим вот процессом. И видно, что между клетками эмбриональной бластемы и мочеточникового зачатка, производной мезонефрального протока, происходят сложные и двунаправленные молекулярные взаимодействия, которые, с одной стороны, как производная клеток бластемы, индуцируют рост и ветвление мочеточникового зачатка, с другой стороны, компоненты сигнального пути WT1 способствуют самоподдержанию и дифференцировке эмбриональной бластемы. Кроме того, компоненты еще одного важного сигнального пути, который называется WNT, или винт, способствуют той самой мезонхимальной петальной трансформации, которая в последующем приведет к образованию тубулярных структур. И если рассмотреть график экспрессии гена WT1 в эмбриональной бластеме, то с момента инициации происходит резкий рост экспрессии данного гена и, соответственно, его белка продукта в клетках, достигая своего максимума в незрелых тубулярных структурах. Затем экспрессия гена и белка резко падает и в зрелом нефроне сохраняется только в клетках, которые у нас есть название подоциты. Итак, что это за дирижер, что это за ген WT1? Собственно, это транскрипционный фактор. Он локализуется в коротком плече 11-й хромосомы и состоит из 10 экзонов. А последние экзоны представляют собой так называемый функциональный домен, который локализуется в ядре и содержит так называемые цинковые пальцы. Что такое цинковые пальцы? Это участок белка, протеина, который стабилизирован ионами двухвалентного цинка, и они обеспечивают связь данного белка с специфическими последовательностями ДНК, тем самым увеличивая или уменьшая экспрессию соответствующих генов. Кроме цинковых пальцев локализуются регуляторные участки, в том числе участок связывания РНК, что объясняет функцию белка WT1 как посттранскрипционного регулятора, а также домен гомологичной ассоциации. Об этом я скажу чуть позже, поскольку здесь я остановлюсь только на том, что белок WT1 работает в виде димеров. Это будет иметь определенное патогенетическое значение. Существует принципиально два варианта альтернативного сплайсинга, то есть сшивки незрелой матричной РНК и, соответственно, два варианта белка, которые будут нарабатываться с этой матричной РНК. Первый сплайс-вариант – это присутствие либо отсутствие пятого экзона, который кодирует 17 аминокислот, и многочисленные исследования функционального значения этого сплайс-варианта в общем не показали никакой значимости, было только продемонстрировано, что белок, который имеет эти 17 аминокислот и белок, который не имеет этих 17 аминокислот, в общем-то абсолютно функционально идентичен. Чего не скажешь о втором сайте сплайсинга, который называется КТС по аббревиатуре трех аминокислот, который локализуется в участке белка между третьим и четвертым цинковыми пальцами. Это лизин, это трианин и это сирин. Функции этих изоформ радикально отличаются, и в том числе по выявлению локализации в ядре двух изоформ видно, что один имеет диффузное распространение в ядре, а другой более гомогенное, пятнисто-крапчатое распространение. Это продиктовано той функцией, которую выполняют эти варианты. Если рассмотреть более функционально активный, но в количественном отношении минорный вариант белка WT1, который не имеет трех аминокислот лизина, трианина и сирина, то это как раз тот самый продукт, который обладает огромным количеством функций и который оркестрирует или дирижирует тот самый сложный процесс развития не только на самом деле почек, но и таких структур, как развитие серозных оболочек, сетчатки глаза и так далее. И как раз эта изоформа обладает функциями транскрипционной активации или репрессии. И нельзя сказать, что продукт гена WT1 в классическом смысле генсупрессор опухолевого роста, как, например, P53, который четко активирует апоптоз, блокирует пропролиферативные сигнальные пути, то есть видно, что продукт WT1 останавливает пролиферацию. Но с другой стороны блокирует и апоптоз. Это продиктовано тем, что основная функция белка WT1 поддержание жизнедеятельности и дифференцировка примордиальной, незрелой метод нефрогенной бластемы. С другой стороны, профиль функций данной изоформы чрезвычайно разнообразен. То, о чем я говорил, это и развитие органов, которые не связаны с развитием почек, это в том числе и метаболическая регуляция, в том числе, например, ингибирование синтеза холестерина и жирных кислот. Также то, о чем я говорил, это индукция мезонхимальной эпителиальной трансформации, это дифференцировка клеток, регуляция клеточного роста, остановка клеточного цикла и утилизация других транскрипционных факторов, которые являются антагинистическими по отношению к белку WT1. Вторая изоформа белка WT1 – это изоформа, которая содержит три аминокислоты, и функции этой изоформы до сих пор являются предметом споров и обсуждений. Несколько такая механистическая теория, которая тоже, возможно, имеет право на существование, заключается в том, что в количественном отношении в клетке данная изоформа преобладает. И рассматривается вариант, что функция данного белка сводится к негативной регуляции изоформы минус КТС. С другой стороны, анализ локализации в ядре данной изоформы показал, что данный белок локализуется белками сплайсинга и малыми ядерными рибонуклеопротеинами, то есть белками, которые осуществляют посттранскрипционную регуляцию экспрессии генов за счет сшивки или сплайсинга про матричные ранка. Кроме того, аналог данного белка был выявлен у плодовой мухи дрозофила и также имел отношение к половой детерминации, которая у мухи происходит путем альтернативного сплайсинга. То есть это говорит в пользу того, что данные изоформы, скорее всего, связаны с регуляцией посттранскрипционной экспрессии генов путем модификации сшивки матричной ранка или сплайсинга. И если рассмотреть модели инактивации первого или второго варианта, то при инактивации в клетках первого варианта белка АВТ-1, лишенного трех аминокислот, это приводит к редукции нефрогенной ткани, то есть уровень эпоптоза в первичной бластеме резко увеличен. Это приводит к малым размерам, единичным сморщенным клубочкам. Кроме того, гонады не формируются, а представляют собой просто-напросто фиброзный тяж с большим количеством клеток, погибающих путем апоптоза. При инактивации изоформы, которая имеет три аминокислоты, развитие почек достигает более развитой стадии, в том числе развиваются подоциты, хотя клубочки уменьшены, развивается, тем не менее, дефект клубочков. Гонады формируются, хотя их дифференцировка не завершается, но мыши, у которых были выключены тот и другой варианты, у них стойко развивалась почечная недостаточность, которая была летальной, и на самом деле, если анализировать онкогенез в отношении опухоли Вильмса, то инактивации первого и второго варианта были полностью безразличны, поскольку, скорее всего, до развития опухоли эти мыши просто не доживали в силу своей почечной недостаточности. Еще один важный сигнальный путь, который принимает участие в патогенезе опухоли Вильмса, это сигнальный путь WNT. В норме легант связывается с рецептором, который называется Frizzled, тем самым ингибируя комплекс, ключевым компонентом которого является продукт гена аденоматозного полипоза кишечника, который мутирован при синдроме Тюрко, при котором развиваются аденоматозный полипоз и медулобластомы, и при отсутствии связывания леганда бета-катенин как мощный транскрипционный фактор подвергается убиквитинзависимой протосомной деградации, то есть не выполняет тех функций, регуляции тех генов, которые запускаются данным сигнальным путем. При наличии связывания рецептора с легандом данный комплекс ингибиторный блокируется, и бета-катенин выполняет свои функции, тем самым запуская экспрессию целевых генов. То же самое происходит при наличии мутации в третьей макзоне гена CTN-B1 или бета-катенина, когда даже в отсутствии связи рецептора с легандом происходит запуск сигнального пути. Бета-катенин является компонентом сигнального пути WT1, и при наличии мутации в гене WT1 запускается сигнальный путь ВНТ или бета-катенина, приводящий к увеличению экспрессии различных генов, в том числе мощного онкогена, который называется МИК. То же самое происходит при более низколежащей мутации в самом гене бета-катенина, что доказывает тот факт, что очень часто в опухоли Вильмса обнаружена гиперэкспрессия гена WT1 в отсутствии его мутации. То есть активация сигнального пути происходит на более дистальных этапах, нежели сам ген WT1. Еще один новый игрок, который имеет значение в развитии почек, в развитии мета-нефроса, это гистон деацетилаза и петлеоцитов мочеточникового зачатка. Было показано, что в том случае, если в клетках мочеточникового зачатка, именно не бластемы, а мочеточникового зачатка, подавлена экспрессия двух вариантов гена гистон деацетилаза первого и второго типа, это приводит к ингибированию сигнального пути WNT уже в клетках бластемы и стабилизации гена P53, что приводит, с одной стороны, к активации апоптоза, с другой стороны, к ингибированию пролиферации клеток бластемы. Соответственно, если это происходит в эмбриогенезе, то почки не развиваются, мыши рождаются с гипоплазированными почками, которые функционально неактивны. С другой стороны, в условиях терапии опухоли Вильмса ингибиторы гистон деацетилаза до какой-то степени представляются перспективными, поскольку на сегодняшний день таргетные препараты для воздействия на опухоль Вильмса, к сожалению, до сих пор не разработаны. Наследственные синдромы, о которых вчера говорила Светлана Александровна, я не буду останавливаться на фенотипе, поскольку вчера это было очень подробно изложено, я только хотел бы очень коротко остановиться на тех молекулярных аномалиях, которые при этих синдромах выявляются. По сути дела, все наследственные синдромы – это те же самые модели инактивации тех или иных генов, которые в лабораторных условиях воспроизводятся на мышах. Допустим, синдром ВАГР, который сопровождается делецией в 13-м локусе короткого плеча 11-й хромосомы, который включает гены WT1 и PAX6. Собственно говоря, два гена, которые попадают в зону делеции – это WT1, отсутствие которого приводит к урогенитальным порокам развития и опухоли Вильмса, и ген PAX6, который приводит к умственной отсталости, и аноридии. Этот синдром может быть при сохранении одного из двух генов разделен, собственно, на две равные половинки, и риск опухоли Вильмса при этом синдроме составляет 50%. Что характерно? При сохранении двух аллелей гена WT1, но мутации в фланкирующем регионе второго сайта сплайсинга, вблизи тех самых отсутствующих, того места, где должны быть отсутствующие, лизин, трианин и сирин, синдром, который называется Денис-Дрэш, риск развития опухоли Вильмса существенно выше – 90%. Это происходит за счет того, что, как я уже говорил, продукт гена WT1 работает в виде димера в паре, и феномен носит название доминантного ингибирования, то есть, когда просто снижена доза гена в результате дилеции. Это не приводит к таким драматическим порокам развития мочеполовой системы и меньшему риску развития опухоли Вильмса, чем при ассоциации двух мутантных продуктов WT1 или мутантного и нормального продукта со второй аллели. Кроме того, существуют синдромы, которые в меньшем числе случаев приводят к развитию опухоли Вильмса. Это синдром Фрейзера, который сопровождается выключением изоформы WT1 с наличием трех аминокислот. Это синдром Беквита-Видемана, который развивается в результате таких феноменов, которые я постараюсь объяснить. Это унипарентальная дисомия или потеря импринтинга в регионе 11П15. Что это за такие страшные ситуации? В регионе 11П15 локализуются два гена, один из которых является типичным онкогеном. Это ген инсулиноподобного фактора роста. Второй является типичным геном-супрессором опухолевого роста. Это ген H19. Так получилось, что тот, который ген-фактор роста наследуется от отца, тот, который ген-супрессор опухолевого роста наследуется от матери. Поэтому они тут и раскрашены. Один в синий цвет, другой в красный. В норме ген IGF подвергается гиперметилированию. Он выключен. Это называется геномный импринтинг. То есть его экспрессия очень и очень снижена. В том случае, если этот ген в силу тех или иных причин не подвергается метилированию, это называется потеря импринтинга. Он начинает экспрессироваться, и это приводит к тем фенотипическим проявлениям, которые характерны для синдрома Беквита-Видемана, и развития опухолевильца. Это феномен потеря импринтинга. Второй вариант – это унипринтальная дисемия, в результате которой либо копируется отцовская хромосома, и у нас получается две копии гена IGF и одна копия гена H19, или в результате патологического метоза ген H19 попросту теряется. И у нас на всю клетку остается формально два аллеля региона 11-P15, но оба эти аллеля несут активный ген IGF-2. Таким образом, тоже развивается синдром Беквита-Видемана. Следующий синдром – это синдром Симпсона-Голуби-Бимеля, который связан с мутациями и микродилециями гена Глипикан-3, и который является, наверное, вторым оркестрантом или помощником дирижера, кроме после гена WT1. Микродилеции и мутации могут происходить в регионе длинного плеча 5-й хромосомы, и это носит название синдрома Сотаса. Достаточно часто при синдроме Перлмана развиваются опухоли Вильмса до 30% случаев, но, к сожалению, до сих пор ген или хотя бы регион, в котором локализуется ген, ответственный за развитие данного синдрома, не идентифицирован. И наследственная опухоль Вильмса или Familiar Wills Tumor первого и второго типа связана с мутациями в данных регионах, и особенно при мутации в втором локусе риск развития опухоли Вильмса очень-очень высокий. Теперь, что касается мутаций в генах, которые развиваются при споратической нефробластоме. Чаще всего это компоненты, можно их разделить, эти гены, которые подругаются мутацией, на две группы. Это компоненты системы микро-РНК. Микро-РНК – это малая некодирующая РНК, которая регулирует посттранскрипционную экспрессию генов за счет того, что специфически связываются с матричной РНК целевых генов и разрушают ее, тем самым препятствуя транскрипции. И второй компонент – это WT-ассоциированные гены. Причем в 15% случаев выявляются или комбинированные, или изолированные мутации в генах бета-катанина, или WT1. Также необходимо отметить, что примерно в 5% случаев выявляются мутации в гене универсальному онкосупрессоре, в гене ТП-53. Но если рассмотреть нефробластомы с анопластической гистологией, то вариант мутации ТП-53 достигает 75%, что говорит о позднем событии мутации ТП-53 в молекулярном онкогенезе нефробластомы и о высокой злокачественности данных опухолей. На данной таблице представлены наиболее часто мутированные гены, которые на самом деле те же самые, которые принимают участие в развитии тех или иных наследственных синдромах, с той лишь разницей, что мутации при спорадической нефробластоме являются соматическими, то есть они развиваются в ткани опухоли и в конституциональном материале, то есть в материале неопухолевом не выявляются, а мутации, которые сопровождают наследственные синдромы, являются герминальными или конституциональными. Те же самые WT1, ген бета-котенина, которые в общей сложности выявляются примерно в 15% случаев спорадической нефробластомы. Это также потери импринтинга, только не на уровне всего организма, а на стадии стволовой опухолевой клетки генов EGF и H19. Это гены P53, ген опухоли Вильмса расположенный на X-хромосоме WTX и супрессор опухолевого роста FBXW7 расположенный на 4-й хромосоме. С точки зрения мутаций и тех или иных клинических данных была предпринята попытка так называемой патогенетической классификации нефробластомы, когда попытались разделить на нефробластому первого типа, куда относились дети младшего возраста, имеющие чаще интралобарные нефрогенные остатки, гистологически они чаще имелись тромальный вариант и с точки зрения молекулярного патогенеза имели мутацию в компонентах сигнального пути WT1, либо соответствующего гена, либо гена бета-котенина. В противоположность то, что называлось нефробластома типа 2, больные имели более старший возраст, чаще перелобарные нефрогенные остатки и мутации, в том числе эпигенетические, то есть с потерей импринтинга в регионе 11-П15. В последующем было показано, что такая классификация является своего рода симплификацией, то есть упрощением реальной ситуации, поэтому она еще в литературе фигурирует, но я не скажу, что она имеет какое-то реальное значение. Пару слов о эпигенетической регуляции экспрессии генов. Что такое эпигенетика? Эпигенетика – это система знаков припинания или дорожных знаков, которые регулируют экспрессию одних и тех же генов. Я думаю, что вы с разной скоростью проедете по городу, когда вот такая вот ситуация и вот такая ситуация. Так и гены будут экспрессированы по-разному, в отличие от эпигенетических факторов. Наиболее изученным и широко распространенным эпигенетическим фактором является метилирование либо кодирующей последовательности самих генов, либо промоторной последовательности. Метилирование, подчеркну, приводит к блокированию экспрессии, то есть снижению экспрессии или сайленсингу соответствующих генов. Английской группой, которая входит в протокол СИОП, был проанализирован профиль экспрессии ДНК, выделенный из образцов нефробластомы, нефрогенных остатков и нормальной почечной ткани. В общем-то без какой-либо биоинформатической обработки было видно, что данные образцы достаточно четко кластеризуются, то есть были выделены кластеры нефробластомы, куда преимущественно вошли нефробластомы, был выявлен кластер нефрогенного остатка, куда в большей степени вошли нефрогенные остатки, и кластер нормальной почки, куда тоже с небольшим исключением вошли в основном образцы нормальной почки. После того, как был применен достаточно непростой алгоритм биоанализа, эти кластеры были несколько модифицированы, и также были обнаружены три кластера. В первый кластер попали образцы в основном билатеральной нефробластомы и частично унилатеральной нефробластомы. Во второй кластер в основном попали образцы нормальной почки и только один нефрогенный остаток. И в третий кластер попали нефрогенные остатки и унилатеральные нефробластомы. О чем это говорит? О том, что с молекулярной точки зрения, как же называется, advanced, то есть далеко зашедшие в молекулярном смысле нефробластомы унилатеральные и билатеральные представляют собой достаточно четкое отличие от нефрогенных остатков и нефробластом унилатеральных, которые, так скажем, находятся в начале своего молекулярного пути, в начале пути своего молекулярного онкогенеза. И совершенно драматически отличаются от нормальной почки. Если рассмотреть более детально различия в профиле метилирования, допустим, между вторым и третьим кластерами, то есть, так скажем, нефробластомой, которая далеко зашла в своем молекулярном патогенезе и находится только на старте своего пути, то среди гипометилированных генов, экспрессия которых увеличена, были выявлены гены, которые ответственны за развитие метанифрогенной мезинхимы и самоподдержание дифференцировки стволовых клеток, то есть гены, которые обеспечивают иммортализацию стволовых опухолевых клеток. С другой стороны, экспрессия была снижена, гены были гиперметилированы, те гены, которые регулируют процессы адгезии, регуляции транскрипции и гены супрессоров опухолевого роста, в частности, регулирующих, позитивно регулирующих апоптос. Если рассматривать различия в профиле метилирования ДНК нефрогенного остатка и нормальной почки, то гиперметилированными генами были негативные регуляторы сигнального пути WNT, то есть была усилена в данных образцах сигнализация по пути WNT, что было трактовано как то, что активация системы бета-катенина является ранним событием в молекулярном патогенезе нефробластома, а также члены семейства катгеринов, что также косвенно свидетельствует о том, что данные клетки теряют свойства адгезии. Кроме того, очень важно, что было выявлено в клетках нефрогенного остатка, так это бивалентное метилирование активирующих и репрессионных сайтов. Что это значит? То есть клетки, которые находятся в нефрогенном остатке, они находятся в так называемом балансе, то есть в неустойчивом положении, то есть они могут качнуться в сторону активации онкогенов, и тогда нефрогенный остаток даст начало нефробластоме, и профиль метилирования, профиль экспрессии будет соответствовать злокачественной опухоли. Либо наоборот, этот баланс качнется в сторону профиля метилирования нормальной почки, и тогда нефрогенный остаток будет дифференцироваться в сторону нормальной почечной ткани. Если смотреть два наиболее противоположных профиля метилирования, профиль метилирования злокачественной опухоли и нормальной почки, то были выявлены три сайта метилирования, два располагающиеся в коротком плече шестой хромосомы и один располагающийся на длинном плече одиннадцатой хромосомы, которые наиболее драматичным образом были гиперметилированы в клетках нефробластома. Было проанализировано, что эти регионы практически деметилированы в нормальной эмбриональной нефрогенной мезинхиме. Уровень метилирования повышается в образцах нефрогенного остатка, и наиболее высоких значений метилирования они достигают в клетках нефробластома. Если сравнить уровень метилирования в нормальной почке и в нефробластоме, видно, что имеет место достоверное отличие в уровне метилирования данных регионов, но между нефробластомой высокого и промежуточного риска различий в метилировании данных регионов нет. И вот на сайте справа внизу показано, что уровень метилирования в нормальной почке, в нефрогенном остатке и в опухоле Вильмса уровень метилирования данных регионов существенно различается. И на основании этого была предпринята попытка создания системы для мониторинга эффективности терапии, или, что очень модно вообще в детской онкологии в частности, оценивать уровень минимальной или, может быть, не минимальной резидуальной болезни на основании уровня метилирования данных регионов, поскольку было показано, что существуют драматические отличия между уровнем метилирования данных регионов в нормальной почке и в нефробластоме, и в нефробластоме, и в цельной периферической крови. И было показано, что после проведения неодъювантной химиотерапии в результате гибели опухолевых клеток уровень метилирования данных регионов, выявляемых в крови, резко увеличивается, после чего плавно снижается после операции. Это очень предварительные результаты, но, тем не менее, возможно на основании этих данных, что когда-то будет разработана система, которая позволяет по циркулирующей ДНК сыворотки крови говорить об эффективности предоперационной химиотерапии. Данный цикл работ, которые посвящены эпигенетическим характеристикам и профилю метилирования нефробластома, в 2014 году был достоин Швейсгут прайс, то есть награды, которая вручается за действительно инновационные и актуальная работа на конференции СИОП. Что касается аномалий числа копий генов и хромосомных регионов, это дилеции и амплификации генов. Естественно, дилециям в опухолях подвергаются гены супрессоров, супрессоры опухолевого роста. Увеличению количества копий или амплификациям подвергаются онкогены. Это, в общем, логично. Я не буду подробно останавливаться на функции каждого гена. Скажу только о том, что такое пресловутая потеря гетерозиготности, термин, который фигурирует в многих статьях и применяется в плане нефробластома в основном по отношению к регионам короткого плеча первой хромосомы и длинного плеча 16-й хромосомы. Чаще всего потеря гетерозиготности на молекулярном уровне является проявлением дилеции. То есть, когда один из аллелей соответствующего региона дилетирован, то есть в клетке присутствует только одна копия соответствующего аллеля, и это приводит к снижению дозы тех генов, которые локализуются в данной области. В ряде случаев потеря гетерозиготности может быть в отсутствии дилеции, также сопровождаться эпигенетическими нарушениями или еще рядом других ситуаций, но в подавляющем большинстве случаев цитогенетически это дилеция. И то, что показывала вчера Маргарита Борисовна, совместное выявление дилеции короткого плеча 1-й хромосомы и длинного плеча 16-й хромосомы в группе COG показало негативное прогностическое значение при благоприятной гистологии и при небольших стадиях, и при продвинутых стадиях неофробластома. То есть вот желтая кривая – это совместное выявление потери гетерозиготности или дилеции 1p и 16q. Что такое в протоколе COG благоприятная гистология? Поскольку они не оценивают степень химиотерапевтического патоморфоза, то благоприятная гистология – это отсутствие признаков анаплазии. То есть любая неофробластома без признаков анаплазии по классификации COG относится к благоприятной группе риска. И видно, что независимо от стадии при совместном выявлении дилеции 1p и дилеции 16q, группа COG рекомендует интенсифицировать лечение. И все хорошо, и все правильно, с той лишь оговоркой, что частота совместного выявления дилеции 1p и 16q при неофробластоме не превышает 5%. То есть это хороший прогностический признак, но выявляемый далеко-далеко нечасто. Соответственно, актуальным является поиск каких-либо других генетических маркеров, которые тоже имели бы прогностическое значение. И таким маркером является увеличение количества копий длинного плеча первой хромосомы. Также в группе COG было показано, что при той же самой благоприятной гистологии и наличии увеличения количества копий длинного плеча первой хромосомы и бессобытийная, и общая выживаемость пациентов ниже, чем при отсутствии данной генетической аберрации. Но уже в когорте пациентов с опухолью Вильмса частота выявления 1q gain, то есть увеличение количества копий длинного плеча первой хромосомы, составляет 25%. То есть у четверти больных этот прогностический признак может быть использован. То же самое было показано группой COG, что при наличии увеличения количества копий длинного плеча первой хромосомы у пациентов с любыми гистологическими вариантами опухоли Вильмса и бессобытийная, и общая выживаемость снижена. Группа СЕП проанализировала различные аномалии числа копий. Это варианты увеличения количества копий длинного плеча первой хромосомы, делеции короткого плеча первой хромосомы, аномалии 16-й хромосомы, делеции кодирующего региона ТП-53, увеличение копий онкогена МИКН и так далее. И что на самом деле важно в этой работе? Что генетические аберрации выявляются во всех гистологических вариантах нефробластомы после проведения неодъювантной химиотерапии. Это значит, что когда мы исследуем генетические маркеры, нам не обязательно гнаться за, допустим, наиболее незрелым бластемным компонентом. Да, в опухолях, которые классифицированы как бластемный вариант, генетические аберрации выявляются чаще. При диффузной анаплазии, например, делеции П-53 выявляются чаще. Но если мы говорим о любых других вариантах, то мы можем выявлять генетические аберрации во всех гистологических вариантах опухоли, и они будут иметь прогностическое значение. И, так скажем, с легкой руки группы СИОП, для выявления всех перечисленных генетических аберраций используется метод множественной или газнозависимой амплификации зондов. То есть вот с осени 2013 года набор зондов для выявления аберраций в опухолях Вильмса стал доступен. Скажу пару слов о принципе метода, достаточно красивом и элегантном. То есть в отличие от стандартной технологии ПЦР, при данном методе исследования у нас амплификация, то есть наработки подвергается не ДНК-матрица, а олигонуклетидные зонды, которые специфически связываются с интересующими нас последовательными степями ДНК-матрицы. Каждый зонд состоит из двух половинок и связывается специфически с ДНК-матрицей так, что обе половинки идеально подходят друг к другу. В дальнейшем добавляется фермент легаза, который сшивает две половинки зонда, создавая единую молекулу. В дальнейшем мы запускаем стандартную ПЦР с флуоресцентно-меченными праймерами. Для всех регионов используется одна и та же пара праймеров за счет того, что вот эти вот участки связывания праймеров, они абсолютно идентичны для всех зондов. И таким образом, за счет включения балластной последовательности и отличия нарабатываемого продукта по молекулярной массе, мы можем в одной реакционной пробирке анализировать до 50 мишеней, интересующих нас генов, которые могут подвергаться делециям или амплификациям. И в дальнейшем при разделении продуктов методом капиллярного электрофореза, при снижении количества соответствующего продукта, мы можем говорить о делеции соответствующего региона или при увеличении количества продукта в соответствующих зонах мы говорим о наличии и увеличении количества копий. То есть эта методика достаточно воспроизводима, требует небольшого приборного парка. И самое интересное заключается в анализе результатов, которые осуществляются в два этапа. На первом этапе сигнал каждого зонда, который измеряется прибором для капиллярного электрофореза и который напрямую зависит от количества наработанного продукта, который в свою очередь зависит от количества исследуемого региона в матрице ДНК, он соотносится с сигналом референсных зондов, то есть зондов, которые специфичны к тем регионам, которые редко подвергаются делециям или амплификациям при соответствующей патологии, например, при опухолем Вильмса. Таким образом мы получаем пренормализованное соотношение. В дальнейшем проводится еще один раунд нормализации, и пренормализованное соотношение соотносится с таким же пренормализованным соотношением одноименных зондов, но уже в референсных образцах, то есть образцах ДНК, где мы точно знаем, что опухоли нет. Допустим, ДНК из периферической крови здоровых доноров. И тем самым мы получаем уже нормализованное соотношение, которое в дальнейшем и анализируется. Если это нормализованное соотношение находится в диапазоне от 0,75 до 0,25, это норма. Если меньше, это делеция, если больше, это увеличение генетического материала или амплификация. То есть очень простая интерпретация результатов. И вот на данном слайде показана гетерозиготная делеция одного гена и гомо-зиготная делеция другого гена при нормальном состоянии остальных генов. То есть вот эти, допустим, 50 точек, которые мы можем проанализировать в одной реакционной пробирке. И вкратце расскажу о результатах пилотного исследования по анализу аномалий числокопий при неофробластоме, которое мы попытались совместными усилиями двух центров в Москве и Екатеринбурге провести. Молекулярно-генетический анализ был проведен централизованно. В исследовании было включено 64 пациента, и результат был получен у 60. Чем принципиально отличаются наши исследования от того, что делает СИОП? Мы использовали в качестве исходного материала ткань опухоли, фиксированную в формулине и залитую в парафиновый блок. В то время как в группе СИОП после оценки морфологом ткань без фиксирования подвергалась замораживанию и низкотемпературному хранению. При этом была модифицирована методика выделения ДНК. И здесь мы в очередной раз возвращаемся к ключевой роли патолога. Не только в стадировании нефробластома, но и в том, что от патолога зависит, будет этот материал пригоден для молекулярно-генетического исследования или не будет, поскольку чрезмерная фиксация использования незабуференного формулина и так далее приводит к необратимым разрушениям ДНК, и материал становится непригоден для молекулярно-генетического исследования. И вот таким было распределение образцов по гистологическим типам. Кроме того, было 14 образцов. Были с такой поняткой как неанаплазированный вариант. Что это такое? То есть это различные варианты биопсии, которые были исследованы до проведения неодевантной химиотерапии. И распределение тех генетических аберраций, которые выявляются методом MLPA, было следующим. Подчеркну только то, что наиболее часто такие неблагоприятные аберрации, как увеличение числа копий длинного плеча первой хромосомы, длинного плеча шестнадцатой хромосомы, выявлялись при бластемном типе нефробластомы, а дилеция ТП53 при диффузной анаплазии. Кроме того, в образцах морфологически верифицированных как нефробластома эпителиального типа данный абразец был только один, и кистозная частительно дифференцированная нефробластома, также один абразец аномалии числа копий, выявлены не были. Дилеция региона 4Q21 в нашей когорте ни в одном случае не выявлялась, и были выявлены единичные другие аномалии числа копий, которые прогностического значения по данным литературы не имеют. Если распределить проанализированные образцы в зависимости от морфологической группы риска по классификации СИОП было выявлено, что неблагоприятная дилеция 1P и увеличение числа копий 1Q несколько чаще выявлялись в группе высокого риска, а ассоциация дилеции ТП-53 с диффозной анаплазией даже достигла статистической значимости. Еще раз подчеркну, что это очень предварительные результаты, здесь не учитывались никакие катомнестические данные, и в общем-то эта когорта была направлена в первую очередь на обкатку методики, нежели проведение уже таких скрупулезных исследований. И что можно сказать по результатам этого пилотного проекта, что подтверждено наличие генетических аберраций в образцах нефробластомы различных гистологических вариантов, что доказывает гистогенез всех компонентов нейробластомы из опухолевой бластемы и открывает возможность проведения молекулярно-генетических исследований на ткани, полученные не только в результате апфром-биопсии, но и после нефректомии, что подтверждает протокол СИОП. Во-вторых, как я уже сказал, большая частота неблагоприятных аномалий была прослежена у пациентов с гистологической группой высокого риска и доказана ассоциация Дилец и П-53 с дисфузным анопластическим строением опухоли. И, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить всех заинтересованных участвовать в этом проекте. Мы его планируем продолжать и будем надеяться, что с увеличением когорта пациентов и с включением катомнистических данных исследований, в общем, результаты будут интересные. Спасибо. Большое спасибо, Александр Евгеньевич, за такое подробное, интересное сообщение. Может быть, у кого-то возникли вопросы? Я тогда спрошу, вы остановились довольно подробно на эпигенетической регуляции экспрессии генов в виде метилирования, как в том числе фактор прогноза в неком роде. Как на ваш взгляд, возможно ли использовать эти данные и возможно ли применение в этой ситуации метилирующих регуляторов метилирования генов в качестве терапевтической? Спасибо за вопрос. Мое мнение, что да, можно. Это так создает некий rational, то есть возможность. Будут ли они эффективны, это вопрос, конечно, различных исследований, в том числе исследований на доклинической стадии, к сожалению, такие исследования в плане терапевтических возможностей гипометилирующих агентов не проводились. Это только теоретические данные о том, что данные механизмы принимают участие в развитии почки и, возможно, принимают участие в молекулярном патогенезе нефробластомы. Будут ли они эффективны? Возможно, да. В общем, определенные молекулярные основы этого есть, но это требует проведения соответствующих исследований. Пока вам неизвестно, запланировано ли подобные исследования? Честно сказать, не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует...